Сегодня в программе. Как получить компенсацию за задержку рейса? Где лучше брать кредит? Кто на самом деле изобрёл сало? И что делать, чтобы щенок не хулиганил? Опоздали не вы, а самолёт. Срываются планы в командировке, укорачивается долгожданный отпуск. Какие права у пассажиров и обязанности у авиакомпании, если рейс задержали? Представители последней, согласно правилам воздушных перевозок, должны довести до сведения пассажиров, почему неувязочка вышла и как долго людям терпеть лишения. Для этого нужно подойти на фирменную стойку и сделать отметку на билете. Причины изменений в расписании разные. Плохие погодные условия, техническая неисправность лайнера. Вносят свои коррективы из-за бастовки работников и неугомонные авиадебоширы. Иногда посиделки в аэропорту затягиваются на несколько суток. В случае задержки авиарейса по метеоусловиям, либо по техническим причинам, перевозчик должен представить пассажиру комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми с возрастом до 8 лет. Возможность отправки двух сообщений электронной почты, либо двух звонков в случае задержки самолета более чем на 2 часа. Обеспечение прохладительными напитками в случае задержки более чем на 2 часа. Обеспечение горячим питанием в случае задержки более чем на 4 часа и впоследствии каждые 6 часов, если задержка в дневное время и каждые 8 часов, если задержка в ночное время. Обеспечение гостиницы в случае задержки более чем на 6 часов в ночное время и 8 часов в дневное время. и доставку транспортом бесплатным от гостиницы до аэропорта, и хранение багажа. Если перевозчик отказался предоставить благо цивилизации, ешьте, пейте, ночуйте, но при этом сохраняйте все чеки, чтобы вернуть свои кровные в судебном порядке. Иногда авиакомпания подыскивает для клиента варианты перелета другим воздушным судном, своим или конкурента. Требовать пассажира доплаты не имеют права. В случае же долгой задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку. 25% минимального размера оплаты труда за один час отсрочки. Но эта сумма не может превышать половину стоимости билета. В жизни может произойти все, что угодно, и в любой момент. В ситуации, когда приходится заниматься поиском средств на неотложные нужды, будь то ремонт квартиры, залитой соседями, покупка вышедшей из строя крупной бытовой техники или лечения, знакомы многим. Поэтому важно иметь резервный фонд на случай форс-мажора. Но не у каждого есть умение и возможности создавать свои накопления на непредвиденные случаи, опустошающий кошелек. Что же делать, если срочно понадобились серьезные деньги, а друзья или родственники выручить не могут? В такой ситуации решением может стать кредит. В недавние морозы в машине неожиданно застучал двигатель. Теперь придется его менять. Деньги, конечно же, немалые, но сами понимаете, без машины сейчас никуда. Вот решили обратиться в Восточный. Здесь можно оформить кредит на любые цели. Например, если не хватает средств для приобретения автомобиля или его капитального ремонта. Или если наступает необходимость приобретения новой мебели или бытовой техники. Сумма кредита позволяет решить денежные вопросы без резких потрясений для семейного бюджета. Специально для тех, кому нужна крупная сумма, есть специальная кредитная программа «Большие деньги». Можно оформить до 500 тысяч рублей уже в день обращения под ставку 14,9% годовых. Взять кредит на неотложные нужды сегодня не составляет больших трудностей. Нужно предоставить минимум необходимых документов, Подать заявку, а сроки ее одобрения, как правило, совсем невелики. Ни страховка, ни поручители, ни залог не потребуются. При этом получить деньги можно быстро. Это позволяет в кратчайшие сроки реализовать свои планы, либо решить финансовые проблемы. Какой бы серьезный вопрос не поставила перед вами жизнь, следует все предварительно рассчитать и продумать. Все вопросы можно задать специалисту и получить информацию, на основе которой можно принять взвешенное решение. Продукт с тысячелетней историей, ставший популярным во многих кухнях мира. Упоминания о сале встречаются в записях древнеримских историков. Самый знаменитый рецепт его приготовления прячется в сердце Апуанских Альп, итальянском хуторе Колоната. В городке издревле добывают известный на весь мир мрамор. Во времена Римской империи каменщики брали сало с собой на работу. Позже продукт вышел из разряда еды для бедняков, а в конце 20 века изобретение итальянских поваров было запатентовано. Мраморные ванны, которые они сами добывали, там мрамор, полосы сала, которые приводились из пармы, настирались морской солью, розмарином, то есть разместительными травами, и слоями укладывалось в этих ваннах и накрывалось до полугода. Спустя полугода сало бритало, там нежнейший вкус, аромат. Многие скажут, что я не прав, что сало – это Украина, да, то есть больше всего – это Белоруссия. Да, у них это культ. Музеи по салу открывают, хотя они занимают 13 место, я даже проверил по употреблению сала. Сало считается источником незаменимых животных жиров. В прослойке сконцентрированы биологически активные вещества и антиоксиданты. Полиненасыщенная арахидоновая кислота обладает целым комплексом полезных действий. Она улучшает мозговую активность, стимулирует работу почек, сердца, нормализует показатели крови и выводит из неё излишки холестерина. Яичница с салом считается деревенским завтраком. Услышать утром шкворчащую сковороду – значит проснуться в хорошем настроении. К обжаренному салу добавьте нарезанный лук, а затем яйца. Не забудьте помешивать. В конце приготовления добавьте измельчённую зелень. Блюдо подавайте горячим. Приятного аппетита! В жилах этих животных течёт кровь волков и северных псов. Доброжелательность, высокий интеллект, дружелюбие отличают всех представителей породы. С древних времён хаски считаются ездовыми собаками. И сегодня они всё чаще становятся домашними любимцами и компаньонами. От природы хаске нужна большая нагрузка. Если вы готовы каждый день подолгу гулять с собакой, животное станет отличным спутником в пеших путешествиях. Четвероногого друга очень сложно утомить физически, но это необходимо. Иначе придётся расхлёбывать результат шалости. Это специфическая собака. Нужно подумать, прежде чем приобрести активное. Ну и если люди не ведут активный образ жизни, не стоит просто покупать такую породу. Охранных действий эта порода не выполняет. Для охраны они не подходят. Погуливать хаски первое время лучше только на поводке. Собаки этой породы склонны к бродяжничеству, могут удрать без оглядки. На прохожих они не нападают, но могут от избытка энергии подбежать, чтобы познакомиться, и этим сильно напугать человека. Неприятного запаха от животных практически нет. Но за чистотой шерсти нужно следить как можно тщательнее. Она очень густая. Покупать щенка лучше в четырёхнедельном возрасте, когда у него уже проявляется характер и индивидуальность. 15 кореглазых, голубоглазых щенок 20-25. 15 тысяч рублей с документами, с первой прививкой, с клеймом. Голубоглазые 20-25. Девочка, мальчик. Девочку подешевле можно приобрести, мальчика дороже. Разницы нет, но просто спросом больше пользуется. Хаски добры и отлично ладят с детьми. Но собака очень своенравна. Дрессировке поддаётся без особого энтузиазма. Элементарным командам животное нужно обучать с раннего возраста. От правильности воспитания зависит, станет ли собака верным компаньоном или превратится в неконтролируемого пса. Наши партнёры благодарим ПАО КБ Восточный за предоставленную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова